Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин и глава Химок Дмитрий Волошин тестируют новую систему раздельного сбора отходов, которую запустили в городском округе. Теперь это не только экологично, но и финансово выгодно. На площадке Мегабак на улице Машенцева 9 открыли офис, где взвешивают мусор и платят за него деньги. АП от Тарума принимают? Да. По чем? Евгений Акимович, у них вот сбоку висит прескуранцент. Алюминиевые и медные изделия, мелкая бытовая техника, электроника, бумага и муклатура. Здесь принимают около сотни наименований различных отходов. И у всего есть своя цена. Например, стоимость одного килограмма алюминия около 150 рублей. По словам вице-губернатора, экологическая программа, запущенная несколько лет назад в Подмосковье, теперь еще больше будет стимулировать к раздельному сбору мусора. Мы сейчас посчитали, два полных салфановых пакета банок – это 150 рублей. То есть для детей это ориентир два чизбургера в закушечные. Сам принцип того, что жители Московской области стали сначала разделять серый и синий бак, позволил нам сегодня закрыть все 39 полигонов, которые раньше работали, и работать сейчас на семи комплексах переработки отходов современных, технологичных. Площадки «Мегабак» организовали по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Экология». Химки одними из первых присоединились к экологическому сбору мусора. Жители нас справедливо спрашивают, а если не на контейнерную площадку, то покажите, куда выбрасывать. Это вопрос законный. Вот мы показываем площадки «Мегабака», куда нужно это привозить, и выбрасывать именно специально отведенные места. Уделяем этому отдельное внимание, потому что, ну что может быть лучше, чем сохранять нашу природу в том виде, в котором она сегодня есть, а не засорять ее бытовой техникой, электроникой, бросая это в прямом смысле на землю. Ежегодно площадка «Мегабак» расширяется. Здесь принимают все больше видов отходов. Например, недавно стало возможным оставлять батарейки, которые увозят на перерабатывающий завод в Челябинск. По словам работника предприятия, чаще всего люди приносят пластиковые бутылки. Вот и химчанка Вера Фролова сегодня пришла сюда с пакетами, чтобы утилизировать ПЭТ-отходы правильно. Замечательный проект «Мегабак», куда жители города могут сдать раздельно мусор, тем самым очистив наш город. Поэтому я пришла поддержать этот проект. Сегодня я сдаю пластиковые бутылки. На сегодняшний день в Подмосковье работают 57 мегабаков. Постепенно все они будут переходить на новый формат работы. Это открытие офисов для оплаты за определенные категории мусора, установка контейнеров для батареек. А также вскоре появится услуга по вывозу строительного мусора. По словам инициаторов проекта, до 95% всех отходов после переработки будут повторно использованы. Александр Сергеев, Дмитрий Бочаров, Новости Химки ТВ.